Привет, телезрители! С Новым годом, друзья! По правилам общепринятого этикета, так можно говорить вплоть до Старого Нового года, который 14 января. Именно до этих пор «Гора новостей» будет выходить в таком нарядном виде. Вы проводники на вершине событий на сегодня. Марина Буря. И Никита Гуров. А вот что приготовили к этой встрече наши корреспонденты. Все зимние каникулы и даже больше детская информационная служба будет радовать тебя звездными интервью, полезными лайфхаками и яркими сюжетами. Самые свежие новости и актуальные события наши спецскоры откопали вовсе не под елкой. Всем привет, с вами Кобяков. Алмаз Томас у нас. Давид Деймур. Группа узорится специально для горы новостей. На календаре уже 9 января. Совсем скоро в школу, не хочется об этом даже думать. В этом году зимние каникулы у нас совсем скромные получились. Ну, новостями мы щедро поделимся, жадничать не будем. В России у Деда Мороза существует сразу три официальные резиденции. В Великом Устюге, в Чунозерской усадьбе и в Архангельске. Кроме того, постоянным местом проживания Деда Мороза, по крайней мере, в середине 20 века считается Северный полюс. Кроме этого, в Уфе у сказочного дедушки тоже есть место дислокации. 25 декабря 20-го года впервые открылась резиденция Деда Мороза в Башкирской столице. Проработает она недолго, до 11 января. В этом году решили отказаться от масштабных развлекательных мероприятий и пышных вечеринок, сосредоточившись на организации просветительских мероприятий для школьников. Этой зимой сделали упор на обустройство ледовых городков и горок. Всего по всей республике построено 1300 ледовых городков и установлен 2156 елок, из которых 1955 живых и 201 искусственные. В городах и районах залили 598 катков и открыли 87 лыжных баз и 51 тюбинговая трасса. Для праздничной подсветки и украшений используют 220 тысяч метров гирлянд. В этом году на зимних каникулах организовано 450 новогодных представлений, в том числе и более 20 благотворительных. Утренники по самым скромным подсчетам усят более 150 тысяч зрителей. А прямо сейчас посмотрим, как наши корреспонденты посещают концерты самых топовых звезд. Музыкант и продюсер Давид Деймур, известный под псевдомимом J.S.P.D., начал свою карьеру еще в 2016 году, когда выступил на одной сцене вместе с Лизой Монеточкой. И за следующие пять лет добился невероятного успеха, выпустив ряд полноценных альбомов в стиле New Rave. Со своей женой Ариной Булановой, всем известной как Dead Blonde, выпустил трек «Мальчик на девятке», который занял первые места в чартах спустя год. А в 2021 году ребята выпустили альбом «Беспреданец». Гора новостей узнала все подробности. Скажи, почему тебя увлекла культура именно 90-х? Мне кажется, просто это все из детства. Я сам в 93-м году родился, и мне нравилась та музыка, нравилась та культура. Расскажи какие-нибудь правила, которые ты обязательно делаешь перед выступлением. Обязательно попью чаек, потому что нужно разогреть голос. Не знаю, как-то, знаешь, особых нет ритуалов, чтобы это было что-то такое, что не присуще другим артистам. Какой у вас райдер, кроме чая? Нескромно будет сказано, что я самый скромный артист вообще. У меня там сейчас одна нарезка колбасы, одна нарезка сыра, плавленый такой, типа, вот, он не плавленый, как это, ломчики сыра такой нарезанного. Потом что, хлеб, чай пакетиков 20, потому что я много пью чая, ну и вода, все. Какой самый запоминающийся момент из твоей биографии? Наверное, это первое стадионное выступление, которое у меня было, это 2019 год, Питер, Ноябрь, Сибур-Арена, собрали 5,5 тысяч человек. И, как бы, первый стадион, это, наверное, для артиста всегда, как, не знаю, там, для родителя первый ребенок, как-то вот прям волнуешься, да, и с трепетом относишься, а для артиста первый стадик. Милена Андрасович. Давид Деймур. Специально для Горы Новостей. Очень популярный исполнитель работает в модном направлении. Не будем отставать и продолжим рассказывать только актуальные новости. А вы знаете, что Дед Мороз не всегда ходил с внучкой. Снегурочка, как непременная спутница Деда Мороза, на праздничных мероприятиях и детских елках придумана была лишь только в 50-х годах 20-го века и любом Кассилим и Сергеем Михалковым. Ни в одной другой культуре мира у волшебного дедушки нет такой помощницы. И в средневековье елку наряжали совсем по-другому. Елка даже не стояла привычно на полу, а висела вверх тормашками под потолком. Актуально для тех, у кого есть дома кот. В этом не было какого-то тайного смысла, кроме карнавального веселья. На перевернутые и подвешенные деревцы цепляли всякие сладости и в назначенный час открывались двери и в комнату врывались дети. Они свизгом подпрыгивали и обдирали елку. Так что идеи современных дизайнеров, предлагающих новаторски подвесить ели к потолку, это никакой не ноу-хау, а можно сказать старинный обучей. Ну, раз все новое, хорошо забытое старое, то смотрим следующий сюжет. С этим пеналом я хожу в школу, а с этим пеналом я хожу на немецкий. Но мне еще нужен пенал, чтобы ходить в музыкалку. Из этой пряжи я его свяжу сама. Для образца мы возьмем мой школьный пенал. Для того, чтобы он получился такой же ширины, как мой школьный пенал, нам понадобится 16 петелек. Берем рабочую нить и пропускаем через 16-ю и идем так по порядку. Для того, чтобы вязать из этой пряжи, не нужны ни спицы, ни крючок. Спустя 20 минут вот что у меня получилось. Вместо пуговицы я придумала вот такой креативный замок. Наш пенал готов, осталось разместить туда канцелярию. Вот такой крутой пенал у меня получилось. Такого точно ни у кого нет. И он очень мягкий. Лера Шадьянова, Ильнар Бигбов. Специально для Горды новостей. Лера, спасибо. Бабушка тобой гордится. Да и как тут не гордиться нашими корреспондентами, которые снимают сюжеты на самые разнообразные темы. Как они вообще до такого додумываются? А ты знаешь, иногда креативом блещут люди весьма серьезных профессий. Например, Пенсионный фонд России присвоил Деду Морозу звание ветеран сказочного труда. Волшебный дедушка столько работает, несмотря на возраст, и наверняка даже пенсию не просит. Кстати, старину было принято дарить подарки Деду Морозу, а не ждать даров от него. Давай подарим Деду Морозу и всем нашим телезрителям сюжет про необычные подделки из бумаги. Любите собирать подделки или складывать эльгами? А сегодня Гора новостей берет интервью у человека, который создал свой особенный набор. Набор детского творчества и летающие самолеты. Слышали о таком? Если нет, то у вас есть шанс познакомиться. По названию мы уже понимаем, что делать будем бумажные самолетики. Но не обычные, а какие вы сейчас увидите. Раиса Насурович, здравствуйте. Спасибо, что пришли к нам. Мы очень рады видеть вас здесь. Я конструктор бумажных самолетиков. Почему бумажных самолетиков? Поскольку это очень интересное занятие. И, во-вторых, очень распространено в мире. Наборы все очень яркие. Самолетики не повторяются. И каждый имеет какую-то особенность. А также каждый выпуск посвящен какой-то определенной теме. Мы хотим собрать сегодня самолет, который называется «Показательный». Вот это вот такой вот самолетик. Вот самолетик с усиками. Очень интересный. А как появляются темы для данных выпусков? Дело в том, что мы живем в Башкирии. И нам хочется, чтобы вот башкирская тема, значит, как-то звучала в этих самолетиках. А знаете, у меня появилась гениальная идея. А может быть, вы в ближайшем будущем создадите выпуск, посвященный телевидению? Ну, такая идея есть. В принципе, мы можем создавать любые конструкции. Итак, мы запускаем. И полетели. А этот самолетик летает очень далеко. Он напоминает прямо копье. Вот пускаем. Ой, как хорошо полетел. А теперь, Лейла, я тебе хочу подарить, чтобы ты занялась этим увлекательным действием и в свободное время занимались самолетиками. Это ведь очень интересно. Правильно? Да, я согласна с вами. Спасибо вам большое. Теперь я знаю, чем займусь сегодня вечером. Благодаря созданию своего собственного самолета я смогла не только напрячь мозги и развить мелкую моторику, но и вспомнить детство. Надеемся, что эти наборы в ближайшее время появятся на прилавках всей России, а может быть, даже и мира. Лейла Хамедульна, Римзат Билалов, специально для Горы Новостей. Лейла, спасибо. Очень любопытно, даже соревнования бывают. Мне кажется, наши корреспонденты тоже устраивают между собой негласные соревнования о том, кто больше взял в звездных интервью за год. Мне кажется, Милена занимает одну из лидирующих позиций. Красная шапочка – это детская сказка, которая гласит не путать волка с бабушкой. Но что, если красная шапочка – это подросток, который должна спасти свою деревню, сталкиваясь при этом со своими проблемами? Отец красной шапочки – волкобой, который много лет защищал свой город от волков, пока те не нарушили договор. Шапочка через много лет узнает всю правду и хочет закончить то, что начал ее отец. Но не все так просто. Ей придется столкнуться со своим страхом лицом к лицу и доказать, что она действительно достойна победы. А получилось у нее это или нет, вы узнаете после просмотра. Как ты думаешь, этот фильм «Красная шапочка» понравится подросткам? Я думаю, конечно, понравится, потому что, в принципе, отечественное кино подросткового, его очень мало, а такое кино «Красная шапочка», оно способно не просто понравиться подростку, но и возбудить в нем интерес для того, чтобы почитать ту же самую сказку. Фильм является интерпретацией знаменитой сказки. По словам продюсера фильма Лины Арифулиной, кино снимали 4 года, так как тщательно трудились над созданием «Волков». Но Лина Михайловна привыкла так работать, ведь в нулевые она стояла у истоков создания первого музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд». А как вы выбирали локации и договаривались о них вообще? Ну, у нас, знаете, у нас там два мира, сказочный мир и мир современный. Шапочка попадает в современный мир. Современный мир, конечно, прекрасный, Санкт-Петербург. А сказочный город мы нашли, удивительный лес, сняли красиво, ну и все, и получился сказочный лес. Я думаю, каникулы – это отличное время, чтобы пересмотреть все легендарные фильмы. Я тоже так думаю. Но, что ж, давай не будем медлить. На сегодня все. С новостями и событиями дня тебя знакомили Никита Гуров. И Ирина Буря. Включай нас каждый день и будь в вершине событий. Пока-пока.